Контрольный выстрел из термометра, обработка рук санитайзера и через несколько мгновений мы переступаем порог студенческой лаборатории Сарфатыни Яумифи, где нас уже ждет Александр. В окружении измерительных приборов и замысловатых конструкций он чувствует себя как рыба в воде, играючи, описывая сложнейшие эксперименты, которые проводил в компании единомышленников. Оно и неудивительно. Интерес и способности к точным дисциплинам юноша почувствовал еще в школе и успешно сдав ЕГЭ поступил в Саровский физико-технический институт, где с головой окунулся в науку. Александр сразу проявил себя как любознательный и трудолюбивый студент. К нам в ВУЗ пришло письмо из Министерства образования Нижегородской области, в которое нас приглашали поучаствовать в региональном отборочном этапе конкурса «Студент года-2020». Было несколько номинаций. Одна из номинаций «Интеллект года». И, собственно, безоговорочно мы решили выдвинуть на эту номинацию нашего студента Буркатского Александра Сергеевича. В выборе мы не ошиблись. Новость о том, что ему предстоит побороться за звание «Студент года» Александр воспринял легко и, недолго думая, начал готовить заявку. Я подумал, а почему бы и нет. На самом деле от меня требовалось тогда только заполнить анкету, вписать туда все свои достижения. Достижений было, в принципе, достаточно, чтобы рассчитывать на призовое место. Но было очень трудно найти время, потому что в тот момент я находился на Всероссийской акустической конференции в Санкт-Петербурге. В последний момент почти все это заполнил, отправил. Александр с легкостью прошел заочный отбор. Сыграли свою роль многочисленные награды и победы во Всероссийских олимпиадах. А дальше предстояло самое сложное. В живой беседе с членами жюри доказать, почему именно он достоин звания «Студент года». Но и тут Александр нашел, чем удивить экспертов. Они спрашивали, чем я занимаюсь не только в сфере науки, но еще помимо науки. А помимо науки я вот уже последние два года езжу на Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов». Вот в прошлом году пригласили как победителя Олимпиады «Я профессионал». А в этом году я прошел уже в общем конкурсе и получил приглашение поучаствовать в шестой смене цифровой экономики. По итогам регионального этапа конкурса «Студент года 2020» Александр занял второе место, пополнив копилку своих достижений еще одним титулом. Отличное завершение шести незабываемых лет, проведенной в родной альмаматор. А уже в следующем году, защитив диплом магистра, он откроет в своей жизни новую главу, в которой его будут ждать совсем другие вызовы и свершения. Например, победа в конкурсе «Молодой ученый года». Константин Перевозчиков, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.